Мы провозглашаем стабильную устойчивую связь, мы провозглашаем Божью волю на этом месте, мы провозглашаем Твое Божественное присутствие и водительство. Дух Святой, направляй нас в этом служении. Ты собрал своих верных детей, которые целенаправленно занимаются тем, чтобы освобождать, чтобы исцелять, чтобы транслировать Твою славу и не только в свою жизнь притягивать его действия, но и помогать людям выходить на свободу, открывать темницы. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что это действие Ты совершаешь через ученичество. Слава Тебе, Святой! И мы трубим во славу Твою, и мы говорим, что трубный звук призывает народ Твой подняться, подняться со стана, с того устойчивого состояния, в котором был, чтобы пройти пустыню и прийти в землю обитованную во имя Иисуса. Мы трубим, провозглашая пришествие Машеха. Мы трубим, как призыв от Господа, обновиться в силе, подняться, подняться, активироваться, быть активными в вере, в послушании, в движении Духа Твоего. И давайте скажем Аминь. 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 Пожалуйста, Саша. слава богу молитва молитва власти молитва за исцеление мы молимся за нашего брата за владимира беспалого высвобождаем в его сторону просто направляем наши руки к экранам наших устройств молимся все вместе и мы друг за другом сейчас высвободим эту молитву власти для того чтобы право вгласить славу божью его жизни во свидетельство того что мы божьи люди и мы влияем мы влияем на то чтобы остановить любой разрушительный процесс во имя иисуса и давайте кто первый давайте я да люда конечно отец небесный во имя иисуса христа мы приходим сейчас к тебе как нашему богу великому царю всей вселенной мы поднимаем на крыльях молитвы на руках молитвы владимира и мы берем власть которую ты дал нам господь и по праву того что ты нам делегировал эту власть мы говорим сейчас царствуй тьмы во имя иисуса отступи от владимира мы сейчас говорим ты дух ковида всякой инфекции всякого болезни немощи мы связываем тебя изгоняем вон аннулируем лишаем тебя силы и власти по праву того что ты побежден на голгофском кресте и мы говорим тебе убирайся туда откуда ты пришел убирайся в преисподнюю туда больше не возвращайся мы отрезаем тебя от него во имя иисуса и мы сейчас высвобождаем силу божью силу исцеляющую силу восстанавливающую силу воскресения дух жизни говорим сейчас владимир дух жизни на тебе мы говорим сейчас что ты исцелен ранами иисуса христа мы провозглашаем это в вере провозглашаем это во власть с властью данной нам господом и говорим сейчас во имя иисуса христа ты есть часть тела христова и там не может быть место, никакой болезни, потому что это наследие детей Божьих. Во имя Иисуса мы провозглашаем на Владимира защиту крови Христа. И благодарим Тебя, великий наш Бог, великий наш Целитель, что Ты исцелил его уже своими ранами. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Давайте скажем аминь. И следующий тоже. Аминь. Аминь. Слава Твоя, слава Всемогущего, слава, слава, слава Твоя покрывает сейчас Владимира Господь. Слава Твоя освещает эту больницу врачей. Господь дорогой, и мы говорим этому ковиду, у тебя нету авторитет. У тебя нету Владимира. Он умер. 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 Слава Богу. У тебя нет права над нашим братом. Никакого права находиться в его теле. Да, аминь. Спасибо. Спасибо, Элла. Еще. Вы прям точно перевели. Аллилуйя. Слава Богу. Александр. Александр, вы потом еще в конце тоже затрубите. Провозгласим силу на эти молитвы. Пожалуйста, Александр. Господь, мы поражаем его в голову во имя Иисуса Христа. Всю эту заразу, как бы она ни называлась, во имя Иисуса Христа. И мы говорим все это из зарази всей. Засохни, как проклятая смоковница. Во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас. Полностью. Ни плодов, ни духа, ни запаха от тебя. Да не останется в нашем брате. Во имя Иисуса Христа. Отец, мы благодарим тебя, Господь, за твое могущество, Господь. Мы говорим дух жизни во Владимира. Во имя Иисуса Христа. Дух Святой. Наполни нашего брата, Господь, целиком. Мы говорим жизнь во имя Иисуса Христа. В нашего брата. Благодарим тебя, Господь, что ты совершишь более того, о чем мы просим и о чем мы мечтаем. Во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Слава Богу. И сила, и крепость наполняют и обновляются. А эту болезнь мы объявляем ничтожной, не имеющей силы и власти. Благодарим Тебя, Господь, что кровь Христа омывает и очищает и защищает. Благодарим Тебя за ангелов, которые ополчаются вокруг Него. И на этом месте мы провозглашаем благословение, которое Он распространяет вокруг себя. На больных, на врачей и все выздоравливающие. А всем докторам, Господь, дай мудрости, чтобы двигались в правильном направлении. Твоя победа да будет очевидна во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Аминь, аминь, аминь. Аминь. Кто Ты, ковид, перед именем Иисуса Христа? Мы будем кричать от радости от Твоей победы, Господь. Мы будем хвалить Тебя, мой Бог, Царь Вселенной. Мы будем благословлять нашего брата во имя Твое. Будем вещать о могуществе страшных дел Твоих. Возвещать спасение в имени Твоем. Аллилуйя, Господь. Это битва Господа через наши уста. Ты идешь впереди. Мы поднимаем знамя веры. Мы поднимаем молитву силы. Это Божья битва, которая транслируется через церковь Его. Слава Тебе, Господь. Благословляем Владимира. Провозглашаем чудо восстановления сверхъестественного исцеления. Во имя нашего Господа Иисуса Христа. И давайте скажем Аминь. 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 Аллилуйя. Аллилуйя. Саша, пожалуйста. Аминь. Аминь. И мы тоже свои трубы настраиваем на то, чтобы трубить. Аминь. Вау. Какая мощь. Аллилуйя. Слава Богу. Ту-ду-ду-ду. Ту-ду-ду-ду. Аллилуйя. Слава Богу. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Тебя, Господь. Аллилуйя. Мы будем кричать от радости о Твоей победе. И поднимем мы знамена во имя Господа Христа. Это битва Божья. Он идет впереди меня. Это битва не моя. Я поднимаю знамя веры во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, Господь. Слава Тебе. Аллилуйя. Аминь, аминь. Аминь, аминь. Аллилуйя. Исцеление. Исцеление нам принадлежит. Мы берем эту тему не только для того, чтобы знать, а для того, чтобы пользоваться всеми теми ресурсами, которые так много, Господь, вверяет в наши руки, вверяет в наши уста, в наше сердце влагает, обновляет разум наш в этой сфере. И мы говорили с вами о симптомах эмоционального расстройства. Мы говорили с вами об их источниках. И источники, которые были открыты нам, это очень важные вещи, чтобы диагностировать, что с человеком происходит эмоциональный слом, эмоциональное расстройство. Кто напомнит команде, что это за источники? Как мы их обнаруживаем? Как мы их видим? Это тема нашего позапрошлого разговора. Я очень благодарна за проведение прошлого урока. И сейчас давайте мы это возьмем с вами для того, чтобы вспомнить, какие источники Господь нам показал. Вы смотрите на человека. Да, Наташа, пожалуйста. Надо источники или причины, потому что мы позапрошлым причиной разбирали. Да, причины, источники – это одно и то же. Ну, тогда, если это причины, первая причина – это обстоятельства, на которые мы повлиять не можем. Вторая причина – это долгое время ты проживаешь в стрессе, находишься в стрессовой ситуации. Это, возможно, какие-то придирки, которые сопровождают тебя на протяжении долгого времени. Третья причина – это отрицательные чувства. Там, где рушатся надежды, например, не осуществилась какая-то цель, либо цель не была достигнута. И здесь, кстати, подпункты – это вот разрушение надежды, внешние обстоятельства, которые препятствуют достижению цели. Это отсюда исходит чувство обиды в том числе. Здесь же нерешительность к достижению цели, чувство тревоги. Завышенные какие-то требования на работе, которым мы можем не соответствовать, на работе дома, либо в церкви. Отсюда может развиваться злость в совокупности того словосочетания, что вам всем надо. Следующая причина – что нас не поддерживают окружающие. Отсюда возникает боязнь и тревога. Дальше мы нарушаем свои внутренние стандарты, которых мы придерживаемся, но разными способами нас, может быть, заставляют их нарушать, либо нам приходится это делать. Отсюда возникает чувство вины. И еще одна причина – это пункт четвертый. Она уходит глубоко в детство. Замечательно. Замечательно, Наташа, молодец. Мы эти вещи берем для того, чтобы для начала знать, и потом, чтобы опустить их внутрь нашего сердца. И наши глаза уже будут вычленять, они уже будут видеть, они уже будут понимать, что происходит с человеком. Что происходит с человеком, как это можно увидеть? Потому что величина стресса, как бы масштаб стресса, он зависит, как это ни парадоксально, не от силы давления, не от силы самого стресса, а от способности человека относиться к нему определенным образом, может быть, где-то даже управлять им. Наша способность, наша способность человеческая, она от чего зависит? От общего представления о себе. И если это, например, спокойный человек, уверенный человек, он встречает стресс намного лучше, чем неуверенный и беспокойный человек. Я думаю, это понятно. Величина стресса может быть просто, скажем так, невыносимая по сути своей, но сам человек стрессоустойчивый, и мы видим его реакцию, что этим стрессом он реально управляет. А есть малые причины, малые причины, но сам человек неуверенный, нет целостности, беспокойный, и отсюда эмоциональный стресс воспринимается иначе, на эмоции влияния и поражения, более серьезное. Например, неуступчивые люди, жесткие люди, они сильнее подвержены стрессу. Те, кто уступчив по сути своей, не конфликтен, у него высокая степень приспособляемости, и это хороший момент. Не потому, что человек приспособленец, а потому, что он умеет огибать острые углы, он не делает из мухи слона, о чем мы говорим, что жесткие, очень неуступчивые люди, которые раздувают проблему, они сами сильнее подвержены стрессу. Я считаю необходимым сделать некоторые важные такие выводы относительно детей и общения с детьми. Потому что мы только что говорили о том, что причина ми может быть пережитая в детстве часто. Когда личность уязвлена, когда ребенок, который мало на что влияет, он переносит в детстве какие-то разрушительные на себе действия. И это может вызвать и плохие чувства, и дурной характер у ребенка. Он может чувствовать ненужность свою. И вот здесь родители, как правило, берут на себя очень большую вину в этом плане. Незаслуженную даже вину относительно того, какими родителями они являются, как они свои обязанности выполняют. А у детей может возникнуть тоже ложное чувство обиды против родителей. Ты понимаешь, что родители хорошие, но ребенок травмирован. Потому что восприятие детское, оно порой непредсказуемо. Личность ребенка, это уже личность. Она зависит и от него самого, от его окружения. И то, что одному ребенку может быть абсолютно безопасным и даже поощряющим в поведении окружения, для другого ребенка будет подавляющим, удушающим даже. Та же самая семья, одни и те же родители, два разных ребенка, разная реакция. Что побуждает одного ребенка тянуться, подниматься, стараться? Другого пугает. И он начинает бояться. И бороться с этим порой бесполезно. Потому что поступки ребенка зависят от его понимания конкретной ситуации. И не всегда от объективной реальности. Вот что-то происходит, а у него своя внутренняя работа в голове. И если, допустим, ребенок для себя решил, что позиция своего отца отталкивающая, его реакция будет соответствующая? Или позиция отца безразличная? Он так решил. Отчасти что-то может быть толчком. Но вот его интерпретация обстоятельств. Реакция будет соответствующая. И это будет выражено в его поведении, в том, какие возможности он использует. Даже если на самом деле отец и любит его, и гордится им. Я думаю, вы понимаете, о чем мы говорим. Интерпретация. Как ребенок это воспринял? Мы знаем такие вещи с детьми. Когда ты им несешь добро, а реакция отрицательная. А реакция не обнять, не поцеловать. Все слова искажаются. Слова любви искажаются. Интерпретация. Нет объективной реальности вести себя и так это все воспринимать. Но ребенок воспринимает. Давайте посмотрим, что случается. Мы посмотрели о том, что и сила стресса зависит от стрессовой устойчивости человека, и от того, как мы это понимаем. Знаете такой анекдот? В автобусе мужчина сказал женщине передать за проезд и сказал ей рыбка, передайте за проезд. И что тут началось? Рыбка значит щука, щука значит зубатая, зубатая значит собака. Послушайте, он меня оскорбил. Интерпретация. Интерпретация. Можно раздуть из мухи слона, а можно наоборот этого слона сделать мухой. Я тут недавно отправляла тоже, мне пришло по сети что-то типа афоризма такого, ну или афоризма, может быть, что-то типа притчи небольшой, или, может быть, даже некого такого анекдота, когда человеку говорят... Сейчас, одну секунду, я, может быть, даже его найду. Может быть, кому-то я даже это все и переслала. Одну секунду. Думаю, как просто, порой как просто. Можно на эти вещи посмотреть и не усугубить ситуацию. Что с проблемой? Вопрос такой. Что с проблемой? Ответ. Я ее решила. И как ты ее решила? Я решила, что это не проблема. Уловили, да? Я решила, что это не проблема. Можно что-то воспринять как проблему, а можно сказать, ну это точно не проблема. Вот тебе и решение. Давайте посмотрим, что случается при эмоциональном расстройстве. Ну, опять дети. Конечно, сначала дети. Большинство последствий, если внутреннее эмоциональное расстройство, мы не убираем вот эту интерпретацию, вернее, даже уберем. Есть конкретный слом, есть тому причина. И вот он, внутренний эмоциональный слом, есть, он очевиден. И причина была серьезная. К чему это может привести? К задержке эмоционального развития. О подобных переживаниях люди говорят, что это было самое значительное событие, которое повлияло на меня. Люди помнят об этом. Даже незначительные вещи, даже то, что может показаться со стороны странным, но человек помнит. хотя мы с вами, по сути, прокрутить в уме все самые значительные события не можем, случившиеся с нами. Потому что вот это вот такая память устойчивая о прошлом, она мешает развиваться эмоционально. Но какие-то события мы помним очень четко. И при этом есть смысл сказать, мы вырастаем с вами физически, мы вырастаем интеллектуально, с вами социально, ну, даже духовно. Но в состоянии эмоций, нашей эмоциональности мы можем находиться в незрелости. И когда мы сталкиваемся с такими людьми, мы потом порой думаем, что-то не так. Взрослый человек, видим, что интеллектуально развит, адаптирован социально, духовный человек. Но есть какая-то незрелость, есть какая-то незрелость, просматривается незрелость. Я не говорю о том, что мы все эксперты, но мы и про себя это порой можем сказать, и про людей, про наше окружение какое-то. Меньше-больше. И специалисты почти единодушно в плане эмоциональной незрелости, они говорят, что один из отрицательных факторов, приносящих нам душевные проблемы, это вот слом эмоций, незрелость. Это очень отрицательный фактор для социализации вообще человека. Вот представьте, чувство где-то неадекватности, тревожный человек, подавленности у человека. Мы видим это, наблюдаем. Понятно, что у этого есть причины. Например, человек столкнулся с невыполнимыми требованиями, Наташа повторяла. Стресс взрослой жизни. Некоторые из нас, ну, как маленькие дети, они не в состоянии побороть чувства, или мы даже не идем никогда на эти вещи. Вот вспоминайте вот этот вот переход от детства в юность, от юности в зрелость, замужество. Это всегда стресс. И незрелость, как ее можно увидеть, что у человека вот это вот незрелое состояние психоэмоциональное. Например, какой пример привести? Давайте на детях. У ребенка понятие перспективы, завтрашний день, потерпеть, потерпеть долго. Они так не могут. У них небольшой отрезок вот этого будущего времени. И они не могут сдерживать, он живет только сейчас, вот немедленно, настоящий. Вот вы не положь, да, этим детям. А эмоционально незрелые люди ведут себя подобным же образом. Гнев сдержать не могут, эмоцию сдержать не могут. Какие-то кратковременные, интересы сейчас свои преследуя, они могут нарушить отношения с человеком. Вот здесь и сейчас, как маленький ребенок. Есть долговременное отношение, есть выношенные, выстроенные отношения, но их незрелость приводит к тому, что если это гнев, то он выплеснут. Если это недовольство, оно высказано. Вот как мы говорили только что, что дети перспективу, завтрашний день, они распатривают абстрактно. Что будет потом, что будет потом за этим, они туда не глядят. Вот есть такие взрослые. Эмоция выплеснута, ну и неважно, как ты к этому отнесся. Отношения пострадали, все огорчены, ну и сам человек в том числе. Но он по-своему огорчен. Кто-то переживает оскорбленные чувства, потому что незаслуженно что-то услышал. А кто-то начинает еще больше раздражаться, еще больше гневаться, говорить о том, что его там неправильно понимают, и есть причина в его гневе. И мы знаем эти вещи. Мы знаем эти вещи. Мы с вами не случайно об этом говорим. Понятно, что снова и снова Божья работа. И в ней есть вот таких вот два аспекта. Два главных аспекта для внутреннего исцеления. Одна из них работа Голгофского креста. Когда человек идет ко кресту, мы об этом поговорим. И работа Святого Духа, который в нас. Давайте посмотрим на работу Голгофского креста. Это для людей, страдающих вот этими внутренними эмоциональными расстройствами. Очень важно понимать человеку, который имеет такое состояние незрелость эмоциональная, может быть, эмоционального расстройства. И пусть у этого даже опять есть причина. Мы эти причины рассматривали. Надежда рушится, цель не достигнута. В детстве что-то произошло, требования завышенные, и человек сломался. Будем так говорить об этом. Эмоционально расстроился. Когда Иисус умер на кресте, то, что мы очень хорошо знаем, что он покрыл все наши грехи, грехи всего человечества, взял на себя. Все несовершенство человеческого рода. И вот здесь вот надо понимать, что не только вину, но также горе, также боль, эмоциональную боль в том числе, болезнь, отчаяние, какое-то отчуждение, страх. Он ради нас претерпел всю глубину страдания. Он страдал духовно, потому что он вынес суд Божий за грех и зло. Он пострадал физически и также, ну, физически понятно, жесточайший вид казни, когда-либо придуманный, позорный вид казни, также пострадал эмоционально. Все сферы его как человека, они были в поношении. И мы, кто как, но в Священном Писании больше фокусируются, например, на позоре казни на кресте, чем на боли, чем на боли. Но послушайте, он был презрен, презрение. Спроецируйте эти вещи на себя. Умолен. Умоление, ничтожество. Слышали такое выражение? Ничтожный. И вот здесь презрение и уничижение пред людьми. Это Исаия, 53 глава, 3-4 стихи. Он был презрен, умолен пред людьми, муж скорбей, изведавшей болезни. Мы отвращали от него лицо свое. Пренебрежение. Неприятно все это. Он был презираем. Мы ни во что ставили его. Вот кто столкнется с такими ситуациями, когда презрение всех, ну, за малым числом, которые ни на что не влияют, да? Когда ни во что ставят мнение человека, но он взял на себя наши немощи, понесли наши болезни. А мы думали, что он поражаем, наказуем и уничижен был Богом, что он страдал не без причины. Это говорит пророческий Исаия. И когда мы начинаем вот в эти вещи вникать, что Иисус познал унижение и боль сверх всего, что человек когда-либо мог вынести. Если вот эту вот ниточку раскручивать, если вот сюда вот посмотреть глубже, покинул небо, слава неба, пришел к своим, к собственному народу, в свой любимый город, они его распяли во имя того самого отца, который он пришел им открыть. В момент смерти на кресте Иисус вообще все потерял. Свое служение, всех своих учеников, репутацию, независимость, даже свою внутреннюю чистоту, потому что он стал грешником вместо нас. Он не чистенький туда пошел, он грешник. Все грехи собрал на себя. И общепринято предполагать, что вот эти вот слова свершилось, да, это очень славное состояние. Но мы видим величайшую скорбь, его собственный отец отвернулся от него. Он говорит, боже мой, боже мой, для чего ты оставил меня, ну ты-то что оставил меня? отец. И когда мы берем вот эту работу креста и даем человеку, который сломлен эмоционально, мы показываем ему это, что Иисус вынес наши беды, наши скорби, нам не надо скорбей. И это значит, что его ранами мы исцелились эмоционально так же, как физически и духовно. Мы исцелены полностью. Но порой аргументы не работают. Мы тоже с этим столкнулись. Давайте мы посмотрим еще тогда не только на работу креста, хотя крест это мощно. Пойти на крест и у ног сложить все свои проблемы. Кто-то берет это, легко берет. И Дух Святой помогает человеку пойти туда к кресту и наступает исцеление. Человек осознает, что там произошло. Давайте посмотрим на работу Духа Святого. Здесь конечно это более длинный разговор и мы сегодня его не закончим. потому что это не одноразовое действие. Вот это мощное влияние Голгофского креста. Это очень серьезный процесс длинный. Но по крайней мере мы начнем об этом говорить. Как Дух Святой назван? Он еще назван вот одной из важных моментов здесь его роль. Он назван Духом усыновления. Это Римляны 8 глава. Сейчас я открою. Мне уже хочется чтобы мы с вами брали наверное может быть мы так и будем поступать. Мы будем брать с вами современный перевод чтобы синодальный он нас немножко обновил бы. потому потому что синодальный перевод это все время на слуху и оно порой истинный смысл немножечко как бы уже теряется. 8 глава 15 стих вы вы не приняли духа рабства чтобы опять жить в страхе но приняли дух усыновления дух усыновления в нас в нас дух усыновления дух святой назван еще духом усыновления который взывает авва отче который взывает папа папа он учит нас говорить отцу небесному папа авва отче вот это усыновление наше западное понимание у евреев оно иначе а вот наше западное восприятие оно как бы это и не усыновление вообще у евреев усыновление означало вступление усыновление вступление сына в зрелость и совершеннолетие вот это усыновление у евреев так у евреев так очень странно звучит но усыновление означает вступление сына в зрелость и совершеннолетие И Дух Святой, конечно, он дает нам способность вырастать и вырасти в полный возраст Христа. Мы знаем об этом. И вся нам об этом хорошо говорит. Полный возраст Христа. И он также помазан исцелять сокрушенных сердцем. Это часть его служения. Полный возраст Христа. Вести нас. Вести нас в восстановление. И исцелить сокрушенных сердцем. И исцелить сокрушенных сердцем. Речь о чем? Дух Господень Бога на мне, ибо Бог помазал меня благовествовать нищим, пославил меня. Исцелять сокрушенным сердцем. Дух Господень. Проповедовать пленным освобождение узникам открытой темницы. Иисус дал Святому Духу имя, выражающее его характер, его служение. Утешитель, параклетос, утешитель, помощник для исцеления наших эмоций. Святой Дух как нельзя кстати. Доступ у Него к нам есть. Мы в Завете. И что другими словами, о чем я говорю? Мы можем, желая исцеления, желая восстановления, в первую очередь исповедовать свою боль кому? Ему. В первую очередь ему. У него такое служение. Утешить нас. Мы ему жалуемся, а он нас утешает. Богу можно. Вообще, по сути, жаловаться человеку бесполезно. Человек порой не знает, как помочь. Ну, может сказать, ну ничего страшного, все пройдет, пройдет и это. Ну, как вариант. А Дух Святой, он точно знает, как нам служить. Процесс начинается с чего? С раскрытия нашего состояния. Его надо озвучить. Одним вот из таких вот моментов, ну, серьезный разговор. Держите нить, держите нить нашего разговора. В связи с внутренним, вот этим эмоциональным исцелением. Это есть то, что мы можем иметь дело с чувством, с нашим чувством. Если мы сами-то это осознаем, а если человек не осознает, мы можем с этим поработать и рассказать об этом только тогда, когда мы это осознаем, а не осознаем, о чем рассказывать, а не понимаем, о чем рассказывать. Например, когда мы имеем прямую связь с болезнью, мы можем Богу дать, ну, подход к ней, что ли. Я, может быть, не такими словами совсем понятными объясняю, но пытаюсь. Если у меня, допустим, проблема с силой воли, например, плохая привычка, от которой я хотела бы избавиться. Сила воли. У меня проблема с силой воли. Как можно с этим справиться? Только актом воли. Воздействовать на волю чувствами бесполезно. Разумом бесполезно. Если нет силы воли, и человек туда волю не приложит, то от проблемы не избавиться. Это очень сильно помогает нам понять. Ни разум, ни чувства не разрешают эту проблему. Но если у вас будет проблема с чувствами, эмоциями, какая у нас обычная реакция? Оттолкнуть неприятные чувства. По возможности похоронить их, чтобы человек их больше не ощущал. Уйти. Уйти из зоны жесткого дискомфорта. Как еще это проиллюстрировать? Когда мы подавляем что-то, проблема с чувствами, проблема с эмоциями. Надавили на эмоции, неприятные эмоции. Оттолкнуть эти чувства, подавить эти чувства. Если мы их загоняем, мы куда-то загоняем. Вот результатом такого подавления, это очень губительные вещи. Почему у нас душа выстрелила в общем и целом в церкви? Почему она выстрелила? Потому что очень долго существовала такая теология, что душевная значит бесовская. Чем занимались? Занимались духовным ростом человека и занимались телом. Тело хочешь не хочешь, ходить надо, делать что-то надо и болезнями это занимались. А душа вот ей пренебрегали. И вот это вот подавление, пренебрежение душой, оно и выстрелило. Оно оказалось губительным. Мы не можем допускать избирательность в себе. Что-то мы лечим, а что-то мы загоняем, подавляем. И обычно, ну, в плане эмоций, да, опять загнать, опять не заметить, опять похоронить. Хороним уже все чувства, абсолютно все, и хорошие, и плохие. Но в общем плане мы начали говорить с воли, что если слабая воля, то только актом воли проблема решается. Если с волей человек курит и не хватает силы воли бросить. Ну, какой смысл взывать к разуму, взывать к чувствам, к тому, что печень рушится, и еще, и еще. Ну, нет силы воли у человека. Надо подращивать волю, да? В плане эмоций та же самая картинка. В общении с эмоциями важно понимать, что эмоции могут быть побеждены только эмоциями. Например, вот в Библии ответ на страх, что? Любовь. Любовь. Не бойся, я тебя люблю, у тебя все получится. Когда эмоции скрывают в себе такие странные мысли, сокровенные неприятные чувства, то от осознания внутреннего дискомфорта, вот причин внутреннего дискомфорта, они не только замыкаются на этих чувствах люди, но и доступ туда закрывают. К единственному исцелению, могущему разрушить наши беды. То есть доступ к Божьей любви. Вы заметили, что люди эмоционально больные, скажем так, они не пускают любовь. Они закрываются. Они не дают этих людей любить. Не подступиться к этим людям. И говоря о том, что, ну, основные категории, да, души, воля, чувства, разум. Чувства, которые мы пытаемся подавить, а подавить чем усилием воли, да, они не могут находиться под управлением нашей воли. Мы уже об этом сказали. Все, что связано с волевыми моментами, с этим расправиться можно только актом воли, так как там проблема, проблема с волей. Точно так же чувства. Нашей волей мы начинаем эти чувства подавлять, но они не могут находиться под управлением нашей воли. Они непрерывно бушуют в глубинах нашей личности. И часто проявляются уже в форме болезни, духовных осложнений. Давайте помнить так же, что мы имеем дело с уже существующим эмоциональным расстройством. Мы не со стороны смотрим, а видим, что у человека уже что-то есть. Мы уже это диагностировали. Давайте еще одну вещь скажу. Вот здесь мне нужно ваше внимание. Вот такое выражение, как исцеление памяти. Мы же понимаем, что проблема может быть в детстве. Давайте вот сюда пойдем. Но, внимание, не просто сегодня. Я понимаю вас. Исцеление памяти может несколько вводить нас в заблуждение. Исходя из предположения, что каким-то образом мы должны вернуться в прошлое, чтобы изменить что-либо, происшедшее, ну, там, раньше, когда. Что-то произошло раньше. И чтобы исцелиться, мы туда идем. И события, вызвавшие расстройство, могли действительно быть года назад. И память важна. Однако мы имеем рану в настоящее время. Рану. И поэтому она, эта рана, доступна и нам, нам больно, и Богу. И Богу. И о чем речь? Возникает иногда проблема открыть эмоции. Так как нужда в этом есть. Она уже настоятельна. А чувства не дают. Вы понимаете вообще, о чем я говорю? Кто понимает, куда я вас веду, о чем я говорю? Не слишком сложно мы сегодня пошли. Но нам с этим надо разобраться. Я понимаю. Спасибо. Спасибо. Давайте еще раз. Давайте еще раз. Чувства, которые мы пытаемся подавить. Неприятные чувства. И это уже, давайте, как аксиома. Они не могут находиться под управлением нашей воли. Мы пытаемся подавить. Задавили. Что произошло? Болезнь. Болезнь началась. Мы уже говорили о том, что сломленные эмоции, они могут выстрелить еще и в тело. Или духовное осложнение. Люди уходят в депрессию, в небытие вообще уходит сознание, неадекват полный. И давайте здесь. Мы имеем дело. Расстройство уже есть. Существующее эмоциональное расстройство, осложненное. И мы с вами взяли пример, когда мы стали работать с памятью. Вернуться к прошедшему времени, чтобы вот там покопаться. Изменить что-то, происходящее ранее. И мы говорим, что доступ нам туда, в прошлое, открыт через Бога. Каким образом? Бог, Он вне времени. Аминь? Аминь. Мы можем туда... Аминь. Мы можем туда с Господом пойти, в ту ситуацию? Можем. И что самое парадоксальное? Мы вместе с Господом, так как есть доступ нам туда, Он вне времени. Мы можем пойти туда вместе с Богом и эту ситуацию поменять. Каким образом? Она же реально существовала, а мы ее как будто вот как режиссеры прорисовываем заново. Каким образом ее можно поменять? Мы зрелые люди, мы взрослые люди. Например, произошло то, что мы простить не можем до сих пор. До сих пор. Но когда Господь показывает еще дальше, идя в проблему того, кто нанес нам серьезную рану, как вот кто был на энкаунтерах, мы смотрим фильм «Хижина». Насилие над человеком совершил тот, над кем было пролонгированное насилие. Очень долго ребенка держали в страхе, очень долго его, ну я не знаю, избивали там, и много таких вещей происходило. И мы говорим, что сатана, он подбрасывает такие, знаете, полярные вещи всегда двоечкой. Иисус отправлял по двое учеников, и сатана закидывает проблему, чтобы у человека начались тупики. И я вам сейчас попытаюсь объяснить. Например, сатанинский вариант – страх, с одной стороны, боюсь всего, а с другой стороны, вот такое наглое бесстрашие. Пойду по головам, и мне не важно, больно там тебе, не больно. Ради себя самого я буду вести себя так. Есть страх всего, а есть бесстрашие всего, и такая прям эгоизм махровый. И это полярные вещи. У Бога ответ другой, у Бога любовь. А у сатаны вот так, и он держит человека вот в этом тупике. Если ты не боишься, то ты уже стал наглецом. Или, например, вот так хорошо видно на нищета и мамона. Есть процветание царства, это разные вещи. Но когда человек в нищем состоянии, и он пытается выбраться любой ценой, любой ценой, любой ценой, то потом он входит в состояние, когда деньги начинают управлять им. Их много, но они все тратятся не на то. Человек не в состоянии никому помочь. Он становится надменным, он же смог выбраться из нищеты. Но это демоническая ловушка. У Бога есть ответ его царства. И это благословение царства изобилия. Когда есть у человека изобилие, хватает и ему, и все вокруг этим человеком благословлены. Это не царь Кощей, который над златом чахнет. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Мы еще раз начнем говорить о работе Святого Духа прям шаг за шагом. В следующий раз. Чтобы понять, что невозможно лечить волю, проговаривая к воле через разумные аргументы, когда нотации читают без конца, перестань курить, перестань курить, через чувства, когда человек рядышком начинает рыдать, там, я не знаю, упрекать. Бесполезно. Если проблема в воле, она решается только актом воли. Точно так же с разумом. Если проблема с разумом, то нажимать волевым способом тоже бесполезно. Мы должны обязательно этот урок с вами внимательно пройти. Потому что это ключевые вещи к исцелению. И работа Святого Духа, она в том и заключается, что он идет в эту сферу и инструменты для лечения воли своей, для лечения разума своей, для лечения чувств своей. Давайте на сегодня закончим. Я понимаю, что трудно. И мне тоже непросто эту тему донести, иначе никак. Душа – это очень сложная вещь. Почему говорят, что унываешь ты, уныние пришло. Славь Господа. Смена. Уныние на радость. Славь Господа. А прославление Господа – это войти в радость. Славить. Войти в радость. Поменять одно на другое. Замещение. Мы будем с вами об этом говорить. Хорошо, дорогие. Я понимаю, что я вас сегодня утомила. Кому слишком сложно было, дайте мне хоть какое-то ободрение, что хоть кто-то что-то понял, кроме Эллы. Элла, спасибо вам, что поддержали меня. У меня очень свежий пример. И я вам расскажу. Да, пожалуйста. Господь мне… Ну-ка, мне сейчас некогда. Мне уже бежать вниз надо. И ну прям, ну то, что вот ты рассказывала, Господь во мне самой вскрыл. Я вообще была в изумлении. На следующий раз обязательно расскажу вам. Хорошо. Побежала я вниз. Частливо. Частливо. Кто-нибудь обратную связь. Один человек. И я тоже пойду на другую площадку. Непростая тема, но понятно. Понятно все. Нужно обратить. Хороший акцент, что воля побеждается волей, а эмоции эмоциями. Вот это очень важно. Да. Хотя бы это давайте сейчас возьмем. Это действительно важно подмечено, что если эта эмоция пострадала, то должен быть эмоциональный выплеск. Человек должен проплакаться, может быть где-то прокричаться. Но мы к этому еще вернемся, потому что исцеляется эмоция. Хорошо, драгоценная. Давайте мы с вами помолимся сейчас. Татьяна. Татьяна Завадски. Пожалуйста, помолитесь, а Александр нам затрубит. Таня еще раз. Не включился микрофон. Еще раз. Еще разочек. Что-то с сенсором. Попробуйте еще. Нет, не получается пока. Не включается. Ага. Вот так хорошо. Все, вот так хорошо. Можете молиться. Так, Господь, спасибо тебе за этот такой... Добрый день. Спасибо тебе за Ольгу Дмитриевну, что она так глубоко проникает в наши сердца и в наш разум. Твоей помощью, Господь. Что ты открываешь ей, что ты такой благословенный, что ты такой наш дорогой, драгоценный папочка, что ты хочешь, чтобы мы такими умничками были. Вот умнички. Спасибо. Мы учения росли и росли. Спасибо всем. Спасибо за благословение. Спасибо за искрение Владимиру. Он его уже получил и идет дальше. И все хорошо и прекрасно будет в нашей группе, на нашей площадке. С каждым из нас и с нашими семьями. Спасибо, Брагословение Господь. Аминь. Аминь. Спасибо. Спасибо, Таня. Александр, пожалуйста, благословите нас. Эммануэл. Вау. Ох, у вас дыхание. Как будто несколько человек по цепочке подключаются. Слава Богу. Длинный такой звук мощный. Слава Богу за вас. Аллилуйя. Хорошо, дорогие. Мы закрываем сессию. До следующей встречи. Шалом. Шалом. Спасибо большое. Всем привет. Брагословение. Субтитры подогнал «Симон»